И все были российской мовой, поэтому окей, доброе, нормально, но вы можете говорить любую мову, украинская, английская, что вам подобается, то есть это никаких ограничений. Доброе, ну что, поехали тогда. Итак, меня зовут Зославская Екатерина, и когда Маша сказала, я буду иногда вот так вам странно поворачиваться, вы извините, у меня нету крикалки просто, буду переключать слайды. И кто я такая? Вообще на самом деле я директор киевского офиса юридической компании АЛФ. Это во-первых, но я не юрист. Я более пяти лет работаю в сфере HR, и я работала в Харькове, возглавляла HR-департамент юркомпании, а с января этого года я уже директор киевского офиса, я уже там больше занимаюсь управлением командой. Но с 2012 года у меня была моя вторая роль, альтер-эго. Я работала в парт-тайм в офисе почетного консула Германии в Харькове. И я, собственно, была проектным менеджером, который вел проекты в сфере культуры, образования и бизнеса, и в том числе в сфере креативной экономики. Так случилось, что очень много лет назад, ну очень много, это года четыре назад, мой шеф, почетный консул Германии, поехал на стажировку в Германию, где она ознакомилась с понятием креативной экономики и то, как очень депрессивный индустриальный регион Германии, Северная Рейн-Вестфалия, вышел из депрессии с помощью как раз инструментов креативной экономики и стал одним из ведущих регионов Германии. Она приехала с этим великим знанием в Харьков, вообще вдохновленная, и мы решили устроить очень прикольный круглый стол при участии профессора Шмидта, с которым она познакомилась в Германии, и пригласили туда представителей разных креативных культурных индустрий, и понеслась, это называется. После этого у нас еще проходило много различных мероприятий с иностранными, с экспертами. Также как проектный менеджер Офиса почетного консула Германии, я всем рассказываю, что я написала книжку, ну я не писала руками, я управляла этим процессом, я написала книжку «Дойче Харьков», еще я всем рассказываю, что я нарисовала мурал, мурал, вот он, олень, вот он, внизу, левый нижний угол, это один из самых сложных проектов в моей жизни, мне кажется, потому что попалась очень сложная команда «Мыть Сив», которую надо было управлять, у которой вечно все было очень сложно, и была плохая погода, и дорисовывали мурал где-то в конце октября, я думала, что, в общем, мы все сойдем с ума, но мы это сделали, и мурал у нас очень прикольный получился. Он посвящен 25-летию украино-немецких отношений, он нарисован в центре Харькова, и все, когда на него смотрят, говорят, а где здесь Германия вообще, да, причем здесь олень Германии, а олень при том, что город по-братим Харькова – это Нюрнберг, а Нюрнберг – это Дюрер, а Дюрер нарисовал оленя, ну, это, в общем, это дюреровский олень, вот, примерно так, такая связь. Плюс ко всему мы участвовали в организации «Кеоргита» по немецкому, Харькову, вот тоже, вот этот вот прекрасный угол противоположен, здравствуйте, заходите, заходите, мы вас ждали. Все в порядке, и, в общем-то, сделали еще много всего интересного креативного в Харькове, но плюс ко всему я ознакомилась, когда я куда-то еду, я всегда так же посещаю места креативной экономики в других городах. Я наблюдала за ними в Лодзе, в Мюнхене, в Германии, в Испании, и, собственно, поэтому я здесь сегодня с вами, чтобы поделиться опытом, чтобы рассказать вообще, что такое креативная экономика, как это работает, какие сложности, какие факторы успеха. И, смотрите, у нас в мероприятии написано, что это лекция, но нет, это не лекция. Не люблю это слово. У нас с вами сегодня встреча. Вы собираетесь потратить, там, полтора часа своего времени на то, чтобы, наверное, что-то узнать, да? Поэтому, пожалуйста, давайте будем интерактивными, окей? Будем задавать вопросы, возмущаться, спорить, комментировать, окей? Да? Хорошо? Ну, давайте, живее, живее. Окей, хорошо. Ну, смотрите, тогда у меня вопрос к вам. Кто вы вообще такие? Чего вы сюда пришли? А? Любопытные люди. Любопытные люди. Кто эти любопытные люди? Чем вы занимаетесь? Вот чем вы занимаетесь? Архитектурная мастера. А, класс, вы креативная экономика. В это, вживую. Отлично. А что пришли? Цикавый, кто вы. Я уже рассказала, все. Все, план выполнен. Я записываю, что-то правильно. Привесся еще послушать, да? Хорошо, спасибо. Кто еще? Среди нас есть архитектор. Кто еще? Смелый. Давайте. Хэнд бейт. Кто? Хэнд бейт. Хэнд бейт. А что вы делаете? Я у меня есть такая личная решение, она на стиле. Я желаю наше знание решения. Супер. Круто. От чего вы пришли? Что вы ожидаете? А-а-а. Окей. Отличненько. Спасибо. Организационный момент. Нам мешает окно открытое? Или вам меня нормально слышно? Оно мешает только мне. Вот тогда я переживу. Вам слышно? Первый ряд говорит, что я слышно. Последний ряд. Вам слышно меня нормально? Окно не это? Ну, на всякий случай. Голос-то у меня. Если можно. Давайте, может, пока закроем. Я думаю, жарко особо не будет, но мы просто... Как минимум, я не буду отвлекаться. А вы поняли? Да. Там вот я пыталась. Ладно, мужчина справится. Хорошо. Кто еще? Кто еще? Расскажите. Это креативная экономика тоже. Это реклама. Она с нами. Да. Ну, ладно, давайте. Не будем обращать внимания пока что. Кто? Кто? Давайте. Супер. Спасибо. О, нормально. Ну, так другое же дело. Акустика, все дела. Кто еще? Давайте. Кто еще смелый? Ремесла у нас есть. Хендмейд. Давайте. Спасибо вам большое. Угу. Мы будем его сегодня цитировать. Круто, круто, круто. Вам близка эта тема. Вам близка эта тема, а вы хотите еще послушать, да, другое какое-то мнение. Ну, Лендри мы тоже будем цитировать, куда без него любимого. Хорошо. Хорошо. Кто еще смелый? Ну, кто еще смелый представиться-то и сказать? Да, спасибо. Вы так это угрожающе сказали, и я так аж шаг назад. Таких не было. Вот это да. Я думаю, что наш деканал участвует в проекте местного банка Киев-Дамы. Слышите. И эти проекты, темно, на должность, прям, манежа, если хотя бы еще, все, чего угодно. Ага. Вот. И за... А я для этого журналисты могу. Так. Я думаю, у вас там есть чем развлечься, а у вас там на самом деле... Шикарно. Ну, все, все, что можно, и мне просто интересно послушать, чего вы делаете, что интересно про механизмы. Окей. Это очень такая специфическая сфера, это вода, все просто не связано, и там будет очень много. Но мы немножко не пробудем сегодня, все равно. Нет. Предупреждаю. Хорошо. Вы знаете, спасибо вам большое. Вы знаете, это я просто мне что-то вспомнилась. В Виннице пришел молодой человек и сказал, ага, про креативную экономику будете говорить, ммм, креативная экономика это экономика с нетрадиционной ориентацией, да? Я такая говорю, я теперь вас буду цитировать. В общем, мы сегодня вот как раз про ту самую, про экономику с нетрадиционной ориентацией. Хорошо, пятый человек, кто смелый, давайте, укротитель окна, давайте. Бирюзовой организации, да. Мы все пытаемся свою организацию в бирюзовую превратить, пока не получится. Я не из Одессы, из Киева. Да, в хабе есть. О, будет. И неуспешные тоже. Окей, окей, дякую. Дуже дякую вам. Тогда смотрите, чтобы мне тоже сильно много времени на знакомства не тратить, давайте сделаем небольшой соцопросик. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает себя принадлежным культурным индустриям. Это музеи, театры, кинотеатры. Ага. Кто считает себя принадлежным к креативным индустриям? Смотрю на архитектора и на ремесла. Хорошо, все остальные, то есть это, кто не поднял руки, это просто люди из других сфер смежных, которым интересно послушать. Все, да, поняла, прекрасно. Хорошо, итак, я сказала, что сегодня вы отдыхать не будете. Кто вам сказал, что вы придете на лекцию и будете отдыхать? Ха-ха. Смотрите, делимся на примерно четыре группы. Значит, вот первая группа, вот первые три ряда вот напополам. Кто из вас человек с телефоном? А почему вы как-то девочку указали? Ну вы человек с телефоном, как бы тут четко видно. Но мне кажется, ее телефон немножко занят, поэтому давайте найдем другого человека с телефоном. Супер. Вы человек с телефоном в вашей группе. Все увидели своего человека с телефоном. Вот вторая группа. Вот держите свой телефон, главное, чтобы он не сел в ближайшую минуту. Вот это вторая группа. Кто у вас человек с телефоном? Вы забыли телефон, вы человек без телефона. А? Ну? Функция несложная. Не бойтесь, телефон у вас не заберу. Вот, вот давайте. Вы человек с телефоном. Вот, вот смотрите, вот так, вот до третьего ряда. Вот. И вы туда же, вы туда же относитесь. Вы увидели своего человека с телефоном? Шикарно. Две другие группы. Вот. Еще одна группа, вот вместе с вами. Вот. Кто у вас человек с телефоном? Дама с телефоном. Все так неуверенно. Я вот специально не говорю, что вы выйдете делать, чтобы вы понервничали. Хорошо, выйдь. Дама с телефоном. И вот многочисленная большая группа. Кто у вас? Вот вы быстро. Молодцы. Быстро определились. Все увидели своего человека с телефоном. Смотрите, друзья. Друзья, у вас сейчас минута на то, чтобы в своих группах повернуться к человеку с телефоном и вместе, ну, группой надиктовать примеры из креативной экономики. А человек с телефоном открывает мессенджер, смс-ки, что угодно. И просто это записывает. Хорошо? Окей? У вас будет ровно минута. Вы можете немножечко подойти, а потом сесть на первый ряд. Хорошо? Все, минута пошла. Поехали. И музычку вам включу. Ах, что-то сломалось. Ах, все, все, да. Я уже пришла, все, да, готова. Нормально? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Смотрите. Я сейчас пока что сыпать определениями не буду. Я их вообще не люблю. Поэтому пока что мы постараемся, как вы выражаетесь, с разных сторон рассмотреть, что такое креативная экономика, а потом вместе прийти к пониманию и определению этого прекрасного и странного явления, нетрадиционной ориентации. Итак. Первое, что я хочу рассказать, это о своем опыте посещения славного города Лодзи. Есть там такая штука, которая называется арт-инкубатор фабрики штуки, ну, фабрики искусств. Кто в Лодзи был в Польше? Как вам? Красивый город. Красивый город. Но согласитесь, что там много чего можно было бы, еще хотелось бы посмотреть, наверное, да, но смотреть нечего. То есть там есть длинная улица, она считается одной из самых длинных в Европе. Не знаю, так ли это или это просто, они это говорят, но она правда длинная. Там есть совершенно замечательный комплекс мануфактура, которая на месте старого завода, у них там магазины, ну, то есть торговый центр на месте старого завода. И есть вот этот прекрасный арт-инкубатор, в который я просто влюбилась, потому что это пространство на 7 тысяч квадратных метров старой мукомольной фабрики, в которой сейчас делают, во-первых, там, на тот момент, когда я там была, там жило 28 резидентов. То есть это такие маленькие предприниматели, кстати, очень многие из сферы ремесел, хендмейда. Я до сих пор помню, там были такие мохнатые сумки разных цветов, эко-сумки мохнатые разных цветов, вот ты ее так трогаешь, ну, в общем, очень было уматно. Плюс там было очень большое такое помещение для перформансов, то есть это центральное место Лодзи для проведения концертов, театральных постановок, встреч, тренингов, различных выставок. То есть это вот такое вот пространство, как вы говорите. И то есть из этого исходя, это просто таких, на самом деле, мест довольно много уже по миру. Но это было одно из первых, которые я увидела в своей жизни, восхитилась страшно, и я просто хочу на основании этого сделать такой вывод, что креативная экономика – это не только про сверхновые инновации. Вот сегодня мы с вами этого не сказали, а в Одессе мне, например, как пример вот на вот это упражнение за одну минуту мне рассказывали, вайвер, ватсап, там еще какие-то такие штуки. Ну, то есть, и это тоже, но это не про сверхновые инновации, это про что-то старое, чему мы придаем новую ценность. Поэтому вот эта трансформация зданий – это как раз оно. И когда, вы знаете, у меня есть… Что-что? Ну, гуцулы они что даже, вы же понимаете. Гуцулы, я же не сказала, что неправильно, у вас был один четкий пример. И, вы знаете, я как-то… Я как-то общалась с одним инженером из Мюнхена. Он работает на BMW, он как раз занимается трансформацией этих зданий в Германии. И я у него спросила как-то, слушай, говорю, но это же дешевле, наверное, да, переделать здание, чем строить новое заново. На что сказал – нет, это вообще ни разу не дешевле, это в разы дороже, и легче было бы построить с нуля. А на что я спросила – а зачем? Вы же немцы, вы же вообще экономите все на свете. Зачем вы тогда это все делаете? На что он объяснил – Катя, у нас нет площади в центре. В центре все застроено. Если ты хочешь что-то в центре сделать, то ты должен переоборудовать то, что есть. И вот это про креативную экономику. Это даже не всегда выгодно. Но это придание новой ценности чему-то старому в том числе. А второй пример. А, да, кстати. Перед вторым примером. Вот мне вот эта вот особенность креативной экономики, она мне очень напоминает моду. Вот смотрите, в 50-е годы были модные вот такие купальнички. И честно, еще, мне кажется, лет 15 назад девочки бы смеялись с этого, ходя в своих бикини и говорили «Ха-ха». В 2018 году подобные купальнички во всех каталогах вообще ведущих модельерных салонов. Поэтому это как раз про то, что все новое – это хорошо забытое старое. Про креативную экономику это тоже в значительной мере касается. Пример номер два. Я как-то… знакомьтесь, да? Я как-то общалась с прекрасными литовцами, которые приезжали в Харьков со своей тоже презентацией о том, как они развивали креативную экономику. И вот они рассказали про один такой кейс. Я в него просто влюбилась. Как-то пару лет назад Литва придумала устроить у себя в стране конкурс на креативную столицу Литвы. Знаете, есть такой конкурс «Креативная столица Европы». А вот они у себя такой мини-конкурс решили сделать, чтобы же городам, значит, конкуренцию повысить, повеселить народ. Ну, в общем, устроили конкурс с денежным призом, что кто самый лучший, тот денег получит. Ну, и давай же все города соревноваться. А среди этих всех городов больших, ну, Литва, насколько там может быть большой город, конечно, вопрос, но среди всех больших городов жила-была деревенька Ромигала, она называется. Там вообще живет где-то полторы тысячи человек в общей сложности. И вот пока все города устраивали лазерные шоу, устроили исторические музеи, Ромигала сидела и думала, а у нас ни музеев нет, ни истории у нас нет никакой, которую можно показать, ни денег у нас нет, давайте будем честны, у нас вообще ничего нет. А мы так хотим поучаствовать, что же нам делать? Они поскребли по сусекам и придумали, что единственное, что у них есть много, это козы. И вот они придумали сделать вот такой вот конкурс красоты среди коз. Значит, ребята, выглядит смешно, но этот конкурс красоты среди коз такой устроил хайп, что в него, во-первых, приехали люди из всех других областей, регионов страны, чтобы посмотреть на весь этот трэш, потому что коз красили, одевали венки, одевали во всякие народные одежды. И этот конкурс стал ежегодным. И благодаря этому конкурсу, ну то есть представьте, то есть когда он проходит, в Ромигале забито все. Люди ночуют во всех домах, ночевках, там построили несколько отелей специально под этот конкурс, и ресторанный и кафешный бизнес развивается. То есть вот так вот, пожалуйста, на ровном месте Ромигала себе заработала туристический поток, просто потому, что она смогла использовать имеющиеся ресурсы. Свою конкурентную сторону, полторы тысячи человек. То есть поэтому, когда мы говорим про креативную экономику, я хочу сделать акцент на том, что это не всегда дорого. Это не всегда дорогущие музеи, дорогущие фабрики, переоборудованные в креативные хабы, нет. Это умение использовать то, что у вас под рукой, с максимальным результатом и эффектом. И эффектом в том смысле, чтобы это должно привлечь людей. И, кстати, вот этот вот вопрос про Ромигалу, это вообще про бренд. То есть я бы не говорила никогда про этот город сегодня, если бы в нем не было этого странного, дурацкого конкурса COS. То есть поэтому креативная экономика – это вообще-то сумасшедший крутой инструмент для брендирования городов. Я сегодня прошлась по Черновцам. И, в общем, ну, я серьезно, я впала в дикий экстаз от вашего университета. Ну, серьезно. Я вот прям посмотрела, я впервые в этом городе, мне очень понравилось. И я даже сняла видео, и я там на видео сказала, что, в принципе, в этом городе есть университет, вам больше ничего особо и не надо. Ну, то есть как бы вам правильно этот бренд настроить, и люди и так будут ездить, да, и все сопутствующие услуги просто под университет сделать. Хорошо, что вы эту стратегию не выбираете, вы развиваете гораздо шире город, но по смыслу, в принципе, вы можете остановиться на университете, вам просто повезло, что он у вас есть. Давайте посмотрим, как развивает свой бренд за счет креативной экономики многие другие города. Кто знает, что это такое? Что это такое? Где это? Нет. Испания, да. Где? А по Валенсии? Нет. А по Барселону? Кто сказал, кто сказал? Бильбао. Бильбао, да. Смотрите, это Бильбао, который находится на севере Испании, в стране басков. У меня один знакомый был в стране басков, и он назвал, что это как киевская троещина с одними гопниками. Вот так он приятно, примерно охарактеризовал данный регион Испании, в которой при наличии Мадрида, Барселоны, Валенсии и всего вот этого великолепия, Мало кто из туристов реально поедет. Но там в небольшом городке Бильбао построили совершенно крутой современный музей искусства Гугенхайма. Это второй в мире, первый находится в Нью-Йорке, второй находится в Бильбао. И вот только ради этого музея люди туда едут, потому что он, правда, бомбезный. Вы можете, по-моему, даже посмотреть «Орел и решка» есть про него. Есть еще книжка новая Дэна Брауна «Происхождение», и там как раз все события, это последняя его книга, они начинаются в этом музее. Можно похвастать? Да. Для этого музея в моей доте «Перший зуб» был. Вот, круто! Ну, я кому и рассказываю, а что вы сразу не сказали, что вы там были? Ну, вам понравилось? А? Понравилось? Да, я вам понравилось. Отлично. А что вы сразу не сказали, что это Бильбао? Чего вы сидите и молчите? Да, я стесняюсь. А, понятно. Что это такое? Кто знает? Ну, почти. Нет. Европа. Нет. Ну, ладно, это Германия, да. Вы вряд ли угадаете. Это город Дюйсбург, который находится под Дюссельдорфом, в земле Северной Рейн-Вестфалии. И это место – это ландшафтный парк на месте старого перерабатывающего, по-моему, нефтеперерабатывающего завода. Ландшафтный парк. То есть там Сакура растет, такая аллея Сакуры на фоне вот этого всего. Примерно. И в этом ландшафтном парке на месте бывшего резервуара по хранению газа находится один из самых больших крупных дайвинг-центров Европы. Про это точно есть «Орел и решка», и вы можете просто зайти загуглить «дайвинг-центр Европы Дюйсбург-Норд». И там прям вот целый сайт у них красивенький. Можно там свадьбу сыграть, можно корпоративчик сделать. В общем, очень большой. И там очень много дайверов Европы туда едут, чтобы получить вот эти все сертификаты и обучиться дайвингу. То есть вот, пожалуйста. Ну, я была в этом месте. Там у них, честно, в Дюйсбурге только два интересных места. Это вот этот и зоопарк. Больше ничего. Но только ради этих двух мест люди едут в эти города. А это что? А все почему-то думают, что это Рио-де-Жанейро. Нет. Нет. Хотя он мог бы тут быть, это правда. Там тоже много креативной экономики. Изотока. Изотока. Хотелось бы, но нет. А если так? Узнали, да? Это один и тот же город, на самом деле. Никто нигде не угадал. Только в Одессе один мальчик угадал. Да и то он случайно угадал, что это Барселона. То есть смотрите, когда вы смотрите на город на каком-то побережье красивый, у вас возникает масса всяких вариантов. Когда я вам показываю Саграду де Фамилию Гауди, у вас не возникает ни малейшего вообще вопроса. Потому что Барселона равно Гауди. Гауди равно Барселона. По-другому не идет. В Барселоне еще очень классная культура театров. Но об этом никто не знает, не думает и не помнит. Потому что в Барселоне есть Гауди. То есть, ну, это, пожалуйста. Это чистый совершенно пример того, как брондируются города. И честно, вот кто был в Барселоне? А кто еще в Мадриде был из вас? Спасибо. Да. Я... И как вам Мадрид? Понравился? Нет? Вот. Ну, на вкус и цвет. А? После Барселоны нет. Вот. На вкус и цвет. А мне, например, Мадрид понравился больше Барселоны. То есть, я там была в апреле этого года и... Да. Я прошу. Да. Мне никто не точно не понравится. Спасибо. Это тоже позиция. Нормально. Я... А что вам нравится? Не налагайте вам. Да. И... Из четырех дней в солнечном Мадриде два с половиной шел дождь. Причем такой. Так. Просто ведром. И то я могу сказать, что Мадрид мне в какой-то степени понравился больше, чем Барселона. Простите меня. Да. Но я бы этого в жизни не узнала, если до Мадрида случайно не доехала. Потому что там есть свой... Свой шарм. Серьезно. В Барселоне есть Гауди, а в Мадриде есть свой шарм. И он мне очень был близок. Даже с дождем в два с половиной дня. Потому что я сидела целыми днями где-то ела и ходила по музеям, и я была счастлива. Вот. Поэтому это тоже про бренды. А это что такое? Ах! Кто это так быстро угадал? Мне надо конфетки теперь раздавать уже за собой возить. А кто угадал-то? Кто? Кто? А, это вы, наверное, путешественница, да? Понятно. Зальцбург. Ну, Зальцбург чем знаменит? Моцарта. Зальцбург вообще прекрасно выезжает за счет Моцарта. Я лично в Зальцбурге, к сожалению, пока что не была. Но у меня там была, допустим, моя знакомая врач, женщина очень утонченная и прекрасная, которая очень мечтала попасть в Зальцбург. И она сказала, что Катя, через три дня в Зальцбурге я решила, что у меня уже тошнит от этого Моцарта. Меня тошнит от этой музыки, от этого его лица на каждой стенке, в профиль, в анфас и так далее. От этих вот конфеток, куголь Моцарта. В общем, поэтому Зальцбург прекрасно брондируется за счет Моцарта. вообще совершенно не стесняется, перебарщивается с ним как хочет, но люди едут, потому что это круто, потому что это Моцарт, там играет музыка, его везде-везде слышно и люди чувствуют, что они прикасаются к прекрасному. Ну и вот, кто знает это место? Короче, тут по, я поняла, по шахтам и заводам только я. Да. Да. Под Дортмундом? Под Эссеном и Дортмундом. Под Эмором? Нет. Тут написано. Цольфрай. А. Это не город. Это шахта. Это огромная шахта, которая очень активно работала на всю Германию во времена Второй мировой войны. И в 90-х годах добычу угля Германии перенесли в Южную Африку. Оставили кучу людей безработными, депрессивными, враждебными и, в общем, оставили мало чего красивого на месте этого. И очень много этих шахт придумали переделать в музеи. И вот Сольфрайн – это один из самых крупных музеев в мире на месте бывшей шахты, и он невероятно крутой. Ну, во-первых, он огромный, там работает тысяча человек. То есть каждый день там работает тысяча человек просто для нужд музея. А во-вторых, он в год зарабатывает 70 миллионов евро. Ну, то есть вот в эту вот северную арену Вестфалию люди едут специально, чтобы побывать в этом Сольфрайне. Там можно зайти в эту шахту, посмотреть, как они жили, посмотреть, как это все работало, ощутить вот этот дух. Но это вот, знаете, не как-то бутафорски. Это вот правда очень эффектно. Поэтому там тоже очень интересно полазить. Поэтому кто будет на западе Германии, это вот такая западная Германия, обязательно сходите. Да. Как? О, я не знала, наверное. Для меня это штука, я так ее называю. «Подобие на ферму не знаю, вот, да. Так что у них есть такой метод. Так какие, как вы даете шахту, и мы не понимаем, что они не понимают. У нас есть такая шахту. Да, ну это правда очень масштабно выглядит. Поэтому вот так люди придумали на этом заработать. А могли же просто бросить, правда? Пусть все валяются, да, никому не нужно. Они на этом зарабатывают 70 миллионов в год. Нормально. Итак, тут я хочу подвести черту и сказать, что мне очень нравится. Вспомним господина Лендри, креативный город. Кстати, кто интересуется темой, можете читать, пожалуйста. Чарльз Лендри, креативный город, есть в доступе в интернете, в свободном. Прекрасная книжка. Вот это брендирование города через креативную экономику, это как раз про тот 1% людей, который говорит «да, потому что». Ну, вспомните Ромигалу, в которой не было ничего, кроме коз. И также можно думать про каждый город. То есть всегда можно найти конкурентное преимущество, которое можно развить и сказать «да, потому что мы это сможем», а не «нет, это невозможно». Как очень часто говорят многие в нашей стране. Ну, просто это очень часто встречаю, поэтому и говорю. Итак, еще один пример креативной экономики. Уганда, внимание. Там при поддержке ООН было профинансировано такое приложение, которое называется «Йоджера» или «Йогера». Не знаю, к сожалению, как правильно будет по-угандийски. Оно переводится как «выскажись». Это приложение, которое призвано бороться с коррупцией. То есть это анонимное приложение, которое устанавливаешь себе на телефон. И когда ты видишь примеры коррупции, то есть какой-то человек у тебя во власти просит взятку, например, ты просто вводишь его имя, и как бы полиция при поддержке международных органов начинает за ним следить, допустим. Или когда много на него уже заявок, то есть они уже прямо могут, там несколько людей было арестовано благодаря этому приложению. Точно так же ты можешь обозначить героя. То есть человека, который не берет взятки, который классный, он живет по-белому, по-чистому. Ты можешь тоже написать его имя в этом приложении, и ему будет приятно, и возможно, что-то будет хорошее из этого. Вот, пожалуйста, это такое приложение, да, казалось бы, к чему оно? Кстати, приложение в Уганде было очень успешным, и его транспортировали на много других стран Африки. Так вот, что такое креативная экономика в том числе? Креативная экономика – это не только про коммерцию, культуру. Друзья, это также очень часто про социальные проекты. То есть это про социальные проекты, которые улучшают жизнь общества за счет реализации неких креативных идей. Окей. Теперь давайте поговорим пару слов про то… Жанка, да? Открывайте, открывайте. Можем тут окно открыть? Хотите? Сына Треба. Ну, давайте там откроем. А, ну, хорошо, вы прям рядом сидите, конечно. Да. Смотрите, почему мы сегодня говорим про креативную экономику, почему это важно? Вообще, в настоящем, ну, в чем актуальность темы? Она вообще всегда была. Ну, креативная экономика, она как бы по сути была всегда. Но сейчас мы начинаем это все формировать в какую-то сектор, в какую-то сферу и давать ей определенные формы и понятия, потому что, ну, во-первых, мы живем во времена кризиса, как бы там ни было. С одной стороны, мы живем во времена возможностей, с другой стороны, это кризис. Нас постоянно преследует финансовый кризис, каждое там энное количество лет. Глобальное потепление, загрязнение, кризис голода детей в Африке, и не только в Африке, в странах Азии. Кризис одиночества. Сейчас идет в развитых странах сумасшедший кризис социализации людей. То есть, возможно, вы слышали, в Британии даже создали специальное министерство, которое борется с одиночеством, которое следит за одинокими людьми, потому что их становится все больше и больше. То есть, это все проблемы, которые невозможно решить на том уровне, где они возникли. Поэтому для решения этих проблем нужны новые креативные идеи. И поэтому креативная экономика, этика и философия являются ключевыми возможностями для решения всего того, что сейчас происходит в мире. Потому что поговорим немножко об идеях. Ну, про экономику попозже, а сейчас поговорим про первую часть понятия креатив. Как вообще рождаются идеи, кто знает? И вы такие сидите, такую связь с космосом, потом ба-бах, и упала, упала идея на голову. Ты такой, yes! Ты увидел, что... Ага. И вот это, по-моему, там... Ага. Скажите, а кто себя креативным считает в этом зале? Сколько человек? Еще раз поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. А остальные вы не креативные? Да ладно, а что вы руку тогда не поднимаете? Вы знаете, вот в этом месте я хочу сказать, что я себя, лично я, очень много считала человеком очень некреативным. Ну, вот, как бы по факту, вот я была похожа на этого мужчину всегда. То есть, когда вы меня спрашивали, что такое креативность, я думала, что она... Ну, это вот, это что-то, вот, это, знаете, это где-то в тонких материях. Это какая-то вот такая эзотерическая совершенно вещь, которая не дана каждому абсолютно. Вот. И я провожу много тренингов для студентов по прохождению собеседования, вы же знаете, там есть вопрос, типа, ваши слабые стороны. И вот мне студенты всегда тоже так говорят, а вот вы расскажите свои слабые стороны. И я им часто признаюсь, говорю, у меня одна, я всегда говорила, говорю, одна из моих слабых сторон, то, что я не умею генерировать идеи. То есть, вот, когда есть какие-то брейнсторминги, знаете, там, мозговые штурмы, там, люди придумывают, там, у них фонтанируют идеи. Я сижу, пью чай, там, или жую печенье, но, то есть, у меня идей не приходят. Ну, то есть, это так было долгое время. Но потом я разобралась, что к чему, и могу вам сказать вообще, что каждый человек креативный по сути, абсолютно. Это не какая-то штука, которая падает сверху вам на голову и озаряет, вообще нет. Это абсолютно понятный, прозрачный механизм, и определяется он широтой вашего мышления. Почему? Сейчас объясню. Знаете этого джентльмена? Кто это? Путин? Нет. Кто это? Что за фильм? Ну, так. Почему вы сразу, как, почему была пауза, мы не угадали фильм? Это «Властин колец». Во «Властин колец» есть ребята, которых зовут орки. В Одессе меня поправили, сказали, Катерина, это Урукхай. Я говорю, ну ладно, для меня это все равно орк. Это орки. Так вот, история о том, как родилась одна идея. Как-то раз. Один человек, который работал в компании по строительству большого количества домов в штатах недвижимости, пришел на презентацию «Властин колец», где показывали программу, которая моделировала поведение орков в фильме. То есть, возможно, вы видели вот эту первую часть, когда орки бегут, они сталкиваются, они прыгают друг на друга, они сжирают друг друга, потом распадаются, потом опять бегут. Вот эта программа есть специальная, которая моделирует их поведение. Вот они автоматически сходятся и расходятся в эти группки. Это вообще была первая программа в истории кинематографа, которая вот такое умела делать. Этот чувак посмотрел на это, что и сказал «Ох!». Потому что этот человек был пожарником, задачей которого была разработка программы по обучению людей эвакуации во время пожаров и террористических актов. Он взял эту программку, использовал ее в своих целях и таким образом разработал новую программу «Продукт», благодаря которой он уже много лет обучает людей эвакуации вот в этих всех новых зданиях США. Ну и много людей уже было спасено. Именно вот когда на стыке этих двух идей возник новый продукт. Поэтому, когда мы говорим про идеи, они правда не рождаются где-то. Они, как правило, и очень часто возникают на стыке двух других понятных идей. То есть, когда мы берем из одной сферы и переносим в другую. Вот, поэтому я и говорю про широту мышления. То есть, когда вы мыслите широко, когда вы живете не только в своей сфере, не только в своей профессии, когда вы общаетесь с разными людьми из разных сфер, у вас возникает сразу широкий кругозор, и вы понимаете, как разные элементы можно между собой совместить. Еще есть одна моя очень любимая история про то, как рождается идея тоже, как рождается креативность. Я читала это в мемуарах министра образования Китая. Как-то несколько лет назад, ну, относительно несколько лет назад, лет там 15, наверное, назад, Китай озаботился проблемой. Говорит, ну, мы скопировать можем все. Нам дай что угодно. Мы скопируем только так, родная мама не узнает. А вот сгенерить, а вот придумать, это у нас проблема. И причем, ну, ни в какую. Как ни пытались, ну, вот у людей не идет. Просто не идет. Копировать легко. Сгенерить не получается. И они решили, что нужно как-то вопрос решать, и поехали они, собрали делегацию китайскую, и поехали они в Силиконовую долину, чтобы разобраться, почему в этой Силиконовой долине люди вот это творят, генерятся своими днями, а китайцы не могут. И они там сделали опрос очень большого количества предпринимателей, которые же постоянно что-то придумывают, фокапят, фейлят, придумывают новое. То есть у них же не иссякаемый совершенно источник энергии. Они их опросили. Они просили их о своем детстве. Опросили о том, где они развивались, где они росли, где они учились. Они попытались вывести эту формулу, которая же делает предприниматели Силиконовой долины этим самым генератором идей. И угадайте, что объединило всех их. Угадайте, в чем формула успеха. Угадывайте. 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 Копиевалу. Близко. Близко. Читали комиксы? Комиксы. Короче, я сама удивилась. Это и реальная история. Я вам просто рассказываю. Я очень люблю эту историю. Все предприниматели Силиконовой долины в детстве читали комиксы, увлекались звездными войнами. Они с детства привыкли верить в то фантастику, в то, что вряд ли существует. То есть они вот научились жить вот этой широтой своей мысли, понимаете? А китайские дети читали китайские народные сказки, и дальше этого не шли. Поэтому, когда вот эта делегация приехала в Китай, они свои собственные комиксы придумали. То есть они разработали свои же комиксы с китайскими героями, которые они вручили своим детям, с супергероями, и заставили их читать, чтобы же расширять вот это мышление. Вот. Вот такая история. Поэтому, как бы, креативная экономика, рождение идей... А? Кто сказал? Ну, вполне вероятно, да. То есть каждая страна развивается по-своему. Но вот этот вот кейс про Китай, это как раз про то, что это не манна небесная, которая падает в голову. Это вопрос мышления и развития человека, и воспитать креативного человека в семье, на самом деле, проще, чем кажется, зная вот эти все нюансы. Немножечко про трансформацию идей. Я хочу сказать еще о том, что как человек, который реализовывает проекты креативные и культурные... Ну, вообще, не знаю, как у вас, но у меня лично от проекта того, что было в начале, и то, что получилось в результате, две большие разницы. А оленя я рисовать не собиралась, Мурал. Он получился в конце. И вот немножко тоже про трансформацию креативных идей и про то, что это нормально, на самом деле. Как вы думаете, что это? Нет. Ну, вот этот зайчик, это что? Два яйца, если быть точными, но нет. Ладно. Кстати, в двух других городах угадали, кто это? Нет, кто этот чувачок? Что это за животное? Вот это, вот которое снесло яйца, как вы выражаете. Так, это тоже он. И вот во что он превратился. То есть, смотрите, я вам показала трансформацию чебурашки. То, каким мы его привыкли видеть, это вот. Но до того, что он таким стал, он трансформировался через вот эту странную курицу, которая несла два яйца, через странное черное пятно, которое бежало рядом с крокодилом, он трансформировался вот в эту няшу. Поэтому это просто вам как пример того, что, ну, не стоит строить иллюзии, правда, по поводу своих идей. Вот вы сегодня говорили, что самое важное в креативе это идея, безусловно. Но мы сегодня будем об этом спорить. И я поспорю о том, что самое важное все-таки это реализация идеи. И то, как эта идея, которая была в голове, вдруг реализуется в результате, это вот и будет иметь успех. Ну, нам же надо накал страстей держать. Это две большие разницы. Это я пропущу. Вот. То есть, это было немножечко про креатив. Теперь давайте поговорим, что же такое креативная экономика. Возможно, у вас сейчас уже появилось какое-то более-менее понимание. Кто-то хочет рассказать, что такое креативная экономика, своими словами? Все испугались, не хотят. Думают. Слышу скрип ваших мозгов. Ну-ну. Ну, вариант. Ну, плюс-минус. Смотрите. Первое правило креативной экономики. То, что четкого определения креативной экономики нет. Та-дам. Смотрите. В разных странах определение креативной экономики немножко разное. Если мы возьмем те страны, в которых она уже имеет вес. Это США, Австралия, Британия, Германия, да. То там в понятие креативной экономики входят несколько разные индустрии. Но глобально креативная экономика – это экономика, которая считает доход от двух больших секторов индустрии. Первый из них – это культура и искусство, театры, кинотеатры, картины, галереи, вот эти продукты, да. Второй – это креативная индустрия. Это дизайн, реклама, архитектура, ремесла, издательское дело, мода. Иногда входит гастрономия. В Украине, например, также считается гастрономия креативную экономику. В Германии, в Британии не считается. В Германии очень часто, не очень часто, а в частности в Баварии, очень серьезно в креативную экономику засчитываются games, игры. То есть вот продукты игровой индустрии – это тоже считается креативной экономикой. Но она не считается в Австралии и в Штатах. То есть это идет отдельно в IT и засчитывается в IT. То есть поэтому креативная экономика, самоподход к этому понятию тоже довольно креативный. Но глобально это вот именно, если мы говорим про экономику, как экономист к экономисту, это ВВП, грубо, да. Это продукты этих индустрий. Это вот то, что в Украине. То есть эти продукты этих индустрий считаются в креативную экономику. Немножечко о цифрах, потому что мы же про экономику. Как вам? Значит, культурная и креативная экономика в Баварии – это самая богатая земля Германии, занимает третье место по доходу, по ВВП. Ее только выше автомобильная промышленность и машиностроение. Причем при том, что автомобильная промышленность в Баварии – хед офисы Audi и Mercedes. А не, не Mercedes, а BMW. Ну, то есть, как вы понимаете, сюда, да, входит Games, не спорю, конечно, тут игры тоже считаются. Но там очень это развито. И, конечно, даже доход от каждого художника, потому что все легально, все прозрачно, он засчитывается в эту колоночку. То есть продал кто-то картинку за много миллионов евро, и это сюда посчиталось. Вот интересная информация из страны, которая считается, ну, наверное, одна из первых. Она поставила на рейс креативную экономику и начала ее считать очень серьезно. То, что фэшн-индустрия Британии гораздо более эффективная с точки зрения создания рабочих мест и дохода, чем автомобильная промышленность и производство стали. Потому что Британия, в которой началась индустриальная революция, в которой вот это все производство, она в свое время была лидером, все, она перешла в новую эпоху. Она перешла в эпоху идей, креатива. И поэтому они быстро перестроились, и они стали, вот видите, очень серьезно обращать внимание на такие штуки. Кстати, я в Британии была, в Лондоне, я была в конце февраля этого года, несколько дней, впервые была. Меня просто поразило до глубины души, сколько у них рекламы, посвященной культуре. То есть у них нету в метро, у них на улицах вообще нет рекламы, там вот эта недвижимость, ну как у нас, знаете, вот этого всего там, учеба в Польше, работа в Польше и так далее. То есть там в основном театральные постановки, различные выставки, очень много, как их называют, мюзиклов. Ну то есть новый мюзикл, ты его пока доедешь до дома, ты восемь раз посмотришь рекламу, и ты пойдешь в воскресенье на этот мюзикл, ну потому что надо, тебе уже засверлили мозг этим новым мюзиклом. И при этом музеи Лондона бесплатные, то есть если Лондона стоит, допустим, 27 евро, он еще дорогой, умножить на 30, не евро, а фунтов, то совершенно нереальные сумасшедшие музеи Британии, такой как музей естествознания, британские музеи, они все бесплатные, заходи и смотри. Ну то есть при этом они, видите, они даже ухитряются не зарабатывать на музеях, а держать их под контролем, по-другому генерировать доходы креативных индустрий. В чем фишка креативной экономики? В том, что в основном это небольшие предприятия, ну то есть это могут быть даже физлица, ну архитекторы, дизайнеры, либо это маленькие команды, которые генерируют большие идеи и которые генерируются с другими, соединяются с другими маленькими командами. Во-вторых, это нематериальные активы, то есть в креативной экономике на первое место выходит идея, бренд, копирайт, интеллектуальная собственность. И вообще интеллектуальная собственность это валюта креативной экономики, ну то есть если ты не защитишься, то скорее всего твои идеи могут украсть. Очень быстрый рост по сравнению со всеми другими сферами, поскольку идея нематериальная, не надо времени на производство чего-то, ну так глобально, да, поэтому рост экономики это 3-4% в год, это очень большой рост по сравнению со всеми другими индустриями. И моя любимая это работа будущего. Мне кажется, креативная экономика это тот сектор, который очень серьезно повлияет на все другие секторы. Я вам говорю сейчас как работодатель. Тут есть еще работодатели, кроме меня? Кто-то нанимает людей? Вы знаете, я увидела тенденцию последних лет, то что, ну я тоже много людей нанимаю, то что в обществе возникает некий новый общественный договор. Люди не хотят работать по 8 часов в офисе. Они хотят сохранять баланс, работа, личная жизнь. Они хотят сегодня поработать юристом и через пару лет уйти в какие-нибудь дизайнеры или пиарщики. То есть уже нет вот этой стабильности, они становятся очень гибкими, мобильными, проектными, интеллектуальными, и они хотят бегать между разными сферами. И это характеристика работы креативной экономики. И поверьте, дорогие работодатели, это затронет, если вас еще пока не затронуло, затронет обязательно. У меня сейчас штат дизайнеров в компании, ну я не могу их, я их как гусят не могу собрать. Они не хотят работать в офисе. То есть мне важно, чтобы он сидел возле меня, чтобы он впитывал культуру, понимал, как я мыслю, как работодатель, как компания, понимаете, транслировал мою философию рынку. А он не хочет. Хочет работать дома, в шортах, или в каворкинге, или в кафе. И все, и мне приходится с ним договариваться. И он хочет больших денег. И мне приходится с ним договариваться. И, пожалуйста, вот это тот сектор, который серьезно влияет на все другие секторы, потому что из него растут люди, которые показывают дурной пример другим сотрудникам. И всех это так же. В общем, мы переходим в новое поколение того, как работают люди, как это принято. Это нужно принять. И работодателям просто быть гибкими и вовремя к этому адаптироваться. Потому что я уже на себе это ощутила. И думаю, что дальше будет только хуже. Ну, мне как работодателю, но людям как сотрудникам не будет. А в чем ценность креативной экономики? Ну, мы уже сказали, что она приносит доход, она повышает уровень туризма в городе. Она создает новые рабочие места. Но мое самое любимое – это то, что креативная экономика способна менять людей. Она способна менять ментальность людей. Почему? Почему? Почему креативная экономика – это про изменение ментальности и сознания людей? Потому что мы тоже мы так же. Если мы будем делать другие партии, есть там, артист-поекции, какие-то стихи. Угу. Угу. О-о-о. Так далее. Получается. Да, ведь это губайки качечка. Да, просто, да, нет. Я думаю, что я сейчас помогаю на душе, что специально згадывается, где-то вам, а вы хотите зарабатывать на утенка. Вы увидели там утенка, да? Вам понравилось? да согласно то есть а почему а почему вот собственно в чем кроется смысл то что креативная экономика это про что да 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 совершенно верно то есть потому что ну то есть я когда начинаю говорить вот эту фразу что креативная экономика миндаль меняет ментальность людей все вот эти вот у меня такой проект который изменит весь мир я сама ненавижу эти темы про изменения мира про вот эти все громкогласные штуки но случай с креативной экономикой я правда верю что она меняет мир почему потому что есть два абсолютно объективных фактора как это работает первое то что мы сказали этой эмоции то что человек это живое создание это про эмоции всегда про эмоции как бы там ни было мы даже выбор самый рациональный принимаем на основе эмоций тоже давным-давно доказано так вот эмоции плюс если креативная экономика привлекает туризм то меняется окружение а мы это то что вокруг нас то есть представьте себе деревню в которой никогда не видела никого кроме соседа через забор и тут не начинают ехать люди из разных городов из разных стран эти люди начинают разговаривать на разных языках вести с собой какие-то странные продукты что-то требовать это меняет но волей-неволей да это заставляет эволюционировать поэтому креативная экономика при правильном подходе может серьезно менять ментальность целых регионов собственно так это случилось с северной ареи вестфалии с эссеном люди не общались друг другом ну люди вообще вообще жили в каком-то вакууме полном и благодаря проектам в сфере креативной экономики которые не только переработка шахт там был проект который был про то что они освободили целый автобан здоровый который соединяет с с другими городами и пригласили сделали день семьи и все воскресенье поставили туда столики и каждая семья могла выставить как бы про себя что-то до сделать инсталляцию своей семьи и там люди прям по выходили начали это все делать и как бы это сближает и таких проектов было очень много разных которые вот именно вышли на сближение на кооперацию людей это меняло постепенно очень медленно но меняло вот поэтому креативная экономика это как бы с одной стороны кажется что про космос с другой стороны это все очень легко довольно объясняется и требует просто времени и усилий для внедрения но хочу еще одну штуку рассказать что к любому вопросу в том числе к креативной экономики нужно все равно подходить критично критическое мышление наше все вот мы сегодня с вами поговорили что креативная экономика это клёво правда ну клёво же правда вообще супер но вот есть помимо господина лендрия есть еще один исследователь креативной экономики его зовут ричард флорида и он где-то лет пять назад один из первых кто начал исследовать креативную экономику он один из первых то сказал что креативный город это наше все друзья тоже креативный город если он будет развиваться если будут развиваться коворкинги хабы только там будет подтягиваться необразованная часть населения значит бедно бедность уйдет снизится необразованная часть населения уйдет все будет хорошо мир станет раем все будет прекрасно но через пять лет он посмотрел на то как это работает в реальности вышел и сказал sorry ошибся не так она и вот есть такая прекрасная статья можете пожалуйста загуглить ее внимательнее почитать он там четенько все эти показатели приводит ричард флоридой sorry потому что он наговорил всяких теорий повыдвигал но эти теории не все сработали потому что больших городах в развитых городах австралии лондона штаты вот эти все каворкинги хабы и вот эти все крутые места которые вокруг себя должны были объединять людей и менять их сознание они объединили вокруг себя людей и изменили их создание но это уже были ну как бы люди довольно высокого уровня то есть средний и высокого то есть те которые уже были в этой волне в этом сознании понимаете то есть они объединились они сделали круче они сделали лучше но кто те кто были ниже в атерлинии те кто были на задворках значит цивилизации да это беженцы это люди мало обеспеченные люди с низким уровнем образования с криминальные районы они так и не поднялись они не поднялись с тем скажем с тем уровнем с тем темпом с которым флорида предвещал то есть кто-то вышел оттуда и стал лучше кто-то нет поэтому это вот как бы креативная экономика это всегда все равно нужно критически смотреть на любое явление то есть это не всегда работает так клево как хочется у меня на этот счет есть свое мнение что мне кажется в любом городе до определенного уровня его развития креативная экономика в том числе креативные каворкинги хабы они идут в плюс ну то есть вот они все равно повышают общий уровень города по всем показателям плюс 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 но потом они доходят какого-то уровня и скорее всего там должна уже меняться модель а как она меняется это уже будет просто ну как бы сечение времени потому что еще просто человечество цивилизация до этого не дошла и дальше скорее всего господин флорида со всеми учеными придумает как это новую теорию как это делается но факт в том что в какой-то момент рост прекращается но украине это пока не грозит мы пока на том уровне где у нас любой каворкинг и любой хаб будет только в плюс поэтому как бы тут все хорошо еще он написал книжку то есть пять лет назад он написал книжку о том как хорошо создавать каворкинги хабы по вас делать креативный город а теперь он написал книжку про то как креативный город значит не работает вот это же я думаю заработал много денег в общем это вам про ученых сфере креативной экономики и про то что верить им надо но проверять смотрите это у нас предпоследняя часть нашего с вами сегодняшнего разговора немножечко про факторы успеха креативных проектов как вы думаете что является вот что делает креативный проект успешным так ну то что он заработал да массовость что еще отекавость затекала не так то что у него он каждый год да получается там цикличность так потребность так что еще целевая да целевая ну вот я предлагаю сейчас порефлексировать на эту тему на примере двух примеров вот первый из них как вы думаете что это и где нет это не англия боже упаси англия такое сделала вы что это фестиваль так не они плавают водится хорошо чистенько а вам ничего не напоминают вот эти вот странные творения кто-то смотрите я подскажу это голландия все совсем сразу сразу стало понятно да но смотрите это фестиваль голландии он проходит ежегодно в июле каждого года уже много лет и он называется босх парад вот это все это вариации на тему произведения иронима босха сад земных наслаждений это художник который жил в 16 веке на территории голландии по моему тогда там еще это был фламандский художник и как раз его картина кстати находится в галерее прада в мадриде я ее видела в апреле этого года и честно я вот залипла на ней минут на 40 точно она очень странная она очень крутая на очень необычная и вот это все это как раз вариация на тему этой картины я вам рекомендую правда ее загуглите просто хотя бы с телефона посмотреть она ну правда просто очень странно как человек в шестнадцатом веке мог до такого дойти то есть мне кажется он опередил свое время очень серьезно ну и собственно чтобы и скажем босха память запомнить до помянуть придумали этот фестиваль когда на воде вот эти разные инсталляции проходят длинная река и на берегах этой реки усаживаются тысячи людей которые приезжают из разных регионов европы и наблюдая за всем этим действием чем он очень клёвый можно даже видео посмотреть ночью там всякие фаер-шоу на этих лодочках в общем он правда впечатляет правда необычный мне сегодня мне сегодня рассказывала маша кстати посоветовал фильм посмотреть обязательно посмотрю как вы думаете что это и где это да как вам это креативная экономика харькова между прочим я как бы сразу хочу сказать что я тут сейчас буду саркастировать и иронизировать не потому что я так не люблю свой любимый город вообще это мой родной город я его очень люблю и поэтому мне больно немного от того не не я в киев переехала харьков мой родной город у меня там семья живет но я просто просто совершенно случайно я рассказываю историю в июне этого года я приехала харьков шла никого не трогала не ну как бы там смотрела по сторонам немножко видела вот это вот эту гусеницу или пчелу которая лежит на клумбе я серьезно у меня первая была мысль я аж испугалась бы господи что это оказалось что это просто лежит на кубочке герб харькова новый его в этом году построили а как вы думаете кому памятник вот вот эта женщина кто это тоже в этом году построили власти очень гордились им гурченко молодец да это гурченко это любила гурченко которая сказала что я бы очень не хотела чтобы мне поставили памятник ее можно ее можно понять я к чему собственно у нас пожалуйста у нас ребята у нас два проекта в серии креативной экономики оба странные оба как бы вроде как в разных городах сделаны как вы думаете что их объединяет и в чем же разница что объединяет давайте подумаем да странность да локальная принадлежность да да ну то есть я хочу сказать вот что их объединяет то что оба воспевают некую историю своего региона потому что ироним босс жил голландии они его используют как да как пример для брендирования своего фестиваля рок изобилия харькова это его тоже символ гурченко тоже символ харькова в какой-то степени они тоже их прекрасно и успешно юзают просто к слову хейтеров на тему вот этого всего в интернете блогеров столько было просто очень большой хайп поднялся на на вокруг этого этой штуки этой гусенички хорошо что еще общего застряли оба в полосочку но на самом деле я просто предлагаю глобально посмотреть да на механизм общего что то что они как бы касается истории обоих регионов то что они оба поддерживаются властями поддерживались властями это что они оба были все же реализованы ну какими-то группировками в городе которые захотели а-ля сделать нечто подобное а теперь давайте подумаем в чем разница между этими проектами и плавно перейдем в этом как раз таки к ответу на этот вопрос так в чем же факторы успеха креативных проектах разные эмоции да да а если посмотреть на механику что есть у одного проекта чего нету другого проекта повторяющийся да я бы смотрите первый фактор успеха любого креативного можно зачерпнуть креативного любого проекта на примере этих двух прекрасных объектов я бы назвала цель у боск парада цель есть это проект у которого есть цель которого есть четко описание они понимают зачем они это делают зачем была сделана гусеничка на клумбе я не поняла и для кого я тоже не поняла то есть второй фактор успеха креативных проектов это четкая целевая аудитория опять-таки у боск парада она понятная четко прописанная это те люди которые ну грубо говоря те люди которые креативные хотят всякого трэша но до бёрнин мэна еще не доехали ну примерно понимаете да то есть тех кто в поисках новых интересных эмоций третье это брендирование то есть случае с харьковом цель в аудитории гусенички это бабушки ну серьезно ну бабушки наверное скорее всего потому что кому еще будет интересно как бы этот проект и гурченко в том числе я я пока не я честно пыталась разобраться я не поняла вот третий фактор успеха это брендирование то есть боск парад это продукт который брендируется жестко они вкладывают деньги в рекламу и они его используют для брендирования региона вы можете набрать просто в интернете боск парад вы увидите кучу крутых видео на ю тубе вы увидите даты всех фестивалей на ближайшие года отели которые можно забукать уже сегодня у них все четенько как у как как регион брендирует гусеничка и гурченко и для кого и кому это интересно да ну совершенно верно я я же вам специально провожу совершенно верный я специально привожу просто этот пример на контрасте то есть его могу привести другой пример европейский какой-то личный но я хочу показать как это да чтобы вы поняли факторы успеха ну просто понимаете это как бы к сожалению наша реальность да с одной стороны с другой стороны я относительно недавно общалась с проект с менеджером проекта который выдает гранты на креативные проекты британские и вот она мне как бы подошла с вопросом сказал как ты знаешь какой-то классный проект вот на который правда деньги надо дать я в рынок бренду думаю да конечно время подожди тебя же заявки сейчас накидали в чем проблема что она сказала у меня 150 заявок но я не могу никого выбрать потому что проекты некачественные то есть те факторы успеха которые мы сейчас с вами проговариваем они очень общие да но пока что общие да если не сесть за них и не расписывать но это то чего к сожалению очень многим украинским проектом не хватает потому что у нас не хватает вот этого проектного мышления которое идею довезет до удовлетворения потребности целевой до определения целевой до целей этой идеи до результата потому что у вас парада есть четкое понимание какой результат какой должен быть доход сколько людей должно приехать какую с каким настроением они должны уйти у нас этого нет мы так наперед к сожалению не не всегда умеем планировать поэтому даже когда нам готовы дать деньги на финансирование до чего-то очень часто мы не дотягиваем чтобы этот проект за эти деньги реализовать и вот я сегодня говорила или не говорила я не помню а сегодня маша говорила об этом что я с коллегой из импект хаба в одессе мы все как-то зашли на тему а какими качествами должен обладать современный менеджер сфере культуры и креатива ну просто чем который этими сферами занимается ну на самом деле многими качествами ну вот если выбрать вот и который я считаю без которых он жить не может то первое для меня это open mind сдаш рота мышления то есть он должен широко мыслить разные практики изучать в разных сферах варить вариться много читать много рефлексировать комиксы книжки со многими людьми из разных сфер общаться второе это проектное мышление проектный менеджмент уметь ставить цели реализовывать их ставить четкие результаты контролировать ход работы проекта контролировать команду ресурсы определять целевую и третье угадайте что нет ну как вы имеете право на это ну как бы тут нет правильного ответа я сейчас пока говорю про то что я считаю правильным качество вот качество да каким качеством каким умением должен обладать современные менеджер сфере креатива и культуры ну наверное но не факт ну что глаза горели да ну это каждому человеку желательно моё мой топ-3 это английский да понимаете понимаете вы как бы если собираетесь развивать культуру и креатив то для того чтобы это вышло действительно на клёвый уровень вам нужно как минимум читать иностранные практики следить за иностранными трендами 60 процентов всего самого интересного классного не переведено нет на русском языке смотреть видео иностранные они тоже на английском и общаться с иностранными партнерами то есть чтобы сделать действительно какой-то кривый проект и получить на это допустим большие европейские деньги вам нужно зафрендиться с каким-то иностранным партнером минимум из европы вы должны с ним на каком-то языке договориться поэтому либо язык надо учить либо брать себе переводчика серьезно я просто очень много раз тоже сталкивалась тем что очень классные люди с очень классными идеями они приходят допустим ну на какой-то вечер где они могут познакомиться со своими потенциальными партнерами с которыми они могут реализовать свой проект либо взять на него деньги и они тупо не могут договориться тушим языка не хватает поэтому вот так поэтому про факторы успеха креативных проектов мне кажется главный фактор успеха проекта это просто качественный проектный менеджмент вот начиная с задумки цели и заканчивая результатами этого проекта и это скил который тоже нарабатывается ну что смотрите у нас с вами мы переходим коротенькой последней теме просто возможно кому-то это было интересно и мы с машей вообще сегодня сошлись к чему что у вас очень клёво в городе вот прям очень и теперь всем буду рекомендовать ехать черновцы потому что мне безумно понравилось но маша сказала что мало все равно мало у нас не только воркингов у нас нету хабов нам нужно развивать развивать нам нужно что-то строить поэтому мы сегодня в нескольких слайдах еще затронем тему что нужно сделать чтобы трансформировать какое-то старое ненужное здание в каворкинг или хаб да на какие моменты обратить внимание итак первое на что я обращаю внимание это чисто практические вопросы то есть просто на подумать и на запомнить первое на что стоит обратить внимание когда вы выбрали себе какое-то местечко из которого вы хотите сделать парикмахерскую на месте гаража например такое тоже возможно это понять чьё это ну как бы важный момент если это в частной форме то это либо можно брать в аренду либо это можно покупать если это государственной форме то есть такое понятие как большие малые объекты приватизации скорее всего до большого объекта приватизации если вы не собираетесь снимать огромный завод на много тысяч квадратных не дойдете малые объекты приватизации они сейчас продаются на площадке прозора то есть уже на ней сейчас продается 15 штук проектов и она как бы работает но объектов и собственно ну это возможно я в киеве знаю нескольких людей которые государства приватизировали маленькие небольшие участки теперь они из них собираются что-то делать как это узнать вот пожалуйста на сайте либо обратиться к нотариусу или в бт и я бы сказал санадожану очень сам реалистично на мою а вам же нужно как раз и определиться если это в горсове то относятся городу это одно если это области это другое просто вы определяете форму собственности а потом уже запускать процесс приватизации если вам нужно но часто это могут быть частные то есть это может быть на самом деле ваш личный гараж ну то есть пожалуйста гараж или какое-то здание которое вы хотите переоборудовать какой-то бывший сарай вот например интересный пример из испании один волшебный мужчина купил под барселоной старый завод в испании вообще это просто делается покупать всякие штуки и и сделать дёси дом назвал ли фабрика можете тоже загуглить очень интересные фотографии там внутри очень интересный дизайн второй шаг на который стоит обратить внимание если вы решили переделать какое-то старое местечко во что-то новое прекрасное это важный момент на него мало кто обращать внимание это определиться что там было раньше если там была раньше тюрьма крематорий или морг то лучше не надо ну только если вы не собираетесь делать какой-нибудь дом ужасов на этом месте еще важный момент если это было какое-то бывшее химио перерабатывающее место то обратить внимание на санитарные условия то есть потому что мне рассказывали примеры из германии когда человек уже все купил все определил и тут оказалось что там живет какой-то страшный вредоносный грибок и ему сказали чувак тут ничего строить нельзя тут грибок поэтому ну как бы он не смог свою мечту реализовать второй момент это год на ли здание к реновации здесь вам нужно желательно приобщить инженерное или конструкторское бюро на самом деле если это не самое ну как бы небольшое здание там два-три этажа максимум то абсолютно вменяемые инженеры архитекторы они в состоянии дать аудит зданию то есть посмотреть нормально ли не упадет ли на голову потолок нормально ли все с коммуникациями с пожарными ходами и дать свой вердикт то есть если они скажут что все ок то можно дальше принимать решение о том чтобы это здание переоборудовать как на мой взгляд самый важный момент кому и зачем вы собираетесь это делать мы сегодня с машей говорили что вот допустим в вашем городе зачем делать коворкинги и хабы то есть у каждого города например это совершенно разные потребности вот нужно все это проанализировать минимум эти вопросы это минимум на самом деле вопросов может быть гораздо больше чтобы понять кому вы за что и зачем делаете вот маша сказала что черновцам не хватает пространств которые бы привлекали молодежь ну то есть да которые бы заставляли молодежь оставаться которые бы помогали развивать эти сектор потому что там где молодежь там эти сектор могут прийти новые работодатели вокруг этого что-то новое строить то есть у вас как бы четенько на самом деле более-менее понятно что можно из этого делать в других городах по разному ко мне как-то обратился мэр чу чугуева это в харьковской области у них есть старые торговые ряды она говорит хотим сделать из этого креативную экономику ну давайте сделаем и они все придумали в рим сделаем тут кафетерий ну в общем тут сделаем кружок театра тут еще что-то сделаем но как бы они решили сделать знаете такой дворец пионеров только типа а-ля хаб из старых торговых рядов но что мы сказали ну как бы друзья это не интересно потому что ну вы ни к чему новому не придете у вас как минимум есть трепин которого можно брендировать на этой теме у вас как минимум есть наверное какие-то другие потребности населения и мы договорились им пригласить немецкого эксперта есть такая программа бесплатная называется сэс эксперты синие эксперт сервисис который поможет им разработать концепцию этой штуки так что там должно быть чтобы в результате просто в это вложить деньги потому что есть инвестор и сделать действительно что-то стоящее они гусеничку на клумбе один из хороших примеров который мне безумно нравится это школа танцев в дортмунде ее сделали на месте старого трамвайного депо и там сейчас танцует 300 человек и вот туда заходишь там значит кафедерий куча разных танцев сальса бачата вальс все на свете и родители приходят танцуют дети где-то ползают ну в общем очень очень все по семейному круто огромное помещение и оно действительно покрыло потребность населения в танцах то есть ну реально у людей не было особо мест где они могут пойти научиться танцевать пожалуйста люди сделали и перекрыли все пожелания и последний момент такой последний пятый да при подготовке бизнес-плана бизнес-план нужно по-любому делать можно пользоваться такими определениями как hard new hard и soft loft в чем разница это вопрос переоборудования зданий вопрос бюджета то есть hard loft это когда вы почти ничего не меняете то есть выставляете все как есть это минимальные вложения это как бы один вариант бюджета да если вы хотите туда добавить каких-то современных материалов то это уже new hard loft то есть когда уже идет такая тотальное переоборудование когда внутри это вот примерно как здесь да все современно красиво это уже называется soft loft и и за границей многие кто готовят проекты вот таких вот трансформаций они прям пользуются этими понятиями так и пишут вариант номер один для инвесторов вариант номер два вариант номер три сколько это будет стоить какие результаты и как бы инвестор уже выбирает что из этого он состоянии потянуть ну то есть такая систематизация которая очень удобная как пример в сингапуре есть такой отель он как раз стиле new hard loft средненький да он находится на месте старых доков в гавани сингапурской и там в общем меди бетон вместе с современными материалами тоже можно в интернете посмотреть фотки там очень интересно внутри необычно и этот отель на фоне многих других сингапурских отелей на самом деле очень круто выигрывает ну и наконец друзья мы подходим к концу я бы вам хотела с вами поговорить буквально несколько примеров провести из наших родных пенат чтоб же не только сказать что там где-то умеет у нас тоже умеет как вы думаете где это нет 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 легко вы сдаетесь все его на франковске от полтава нет славянск славянск повторю рассказываю меня туда пригласили в мае читать лекцию по управлению персоналом и мне говорят катерина мы вас приглашаем в каворкин хаб то place который находится в славянске а в рюде честное слово я потом залезла в интернет и посмотрела если еще какой-то другой славянск украине я подумал что это другой наверное где-то наверно западной украине думаю будет славянск я просто не знаю но нет это тот славянск которые освободили это тот славянск который находится я почти заканчиваю ваш трехстах километрах там ульта с каких трехстах господи там 30 километрах от военной зоны и там они построили хаб за деньги это сейчас центр жизни вообще всех предпринимателей и студентов славянска то есть это хаб призван для того чтобы люди не уезжали чтобы они возвращались и начали возрождать свою землю свой город и менеджеры этого хаба это ребята 24 25 лет они безумно крутые они очень проактивные клевые классные и вообще их с руками и ногами оторвет ну любая международная мне кажется организация в другом городе но они сидят славянске говорят нам нравится этот проект нам нравится этот опыт поэтому мы работаем и сейчас туда ездят спикеры со всего со всей страны ну чтобы делиться с предпринимателями своими наработками своим опытом вот я туда опять в сентябре поеду они меня опять позвали будем что-то обучать о чем-то тоже разговаривать поэтому когда мне кто-то говорит что ой это так сложно открыть каворкинг ой это никому не нужно славянск ребята славянск второй пример кто знает что это добавим немножко эротики в нашу презентацию ну ладно вы наверно не знаете это продукция боба бассета это маленькая мастерская которая родилась в харькове в маленьком подвале я сейчас вам кстати показываю те примеры только которые я знаю лично в своей жизни их гораздо больше это просто люди которых я знаю боба бассет это маленькая мастерская которая начиналась харькове много лет назад и они сидели у себя маленьком в страшном подвале и делали маски из кожи ну просто потому что их перло очень интересные и необычные маски из кожи как вот этот конь ну очень качественный ну как бы пускали какую-то рекламу где-то пиарились на какие-то выставки ездили и тут им позвонили из живанши сказали хотим вашу маску в рекламу потом мы позвонили со студии ридли скотта сказали давайте свою маску вот и еще они работают с несколькими модельными домами за границей я сейчас кроме живанши а их маски еще в видео слипкнот и аврил лавин есть то есть их заказывают за границей и о них мало кто знает в украине что странно я познакомилась с бобом бассетом на тэдекс харьков он там как раз презентовал свой проект и он вынес эти маски они нереальные они очень очень необычные но это тоже про то как работает креативная экономика человек делает то что ему нравится надо делать очень качественно и даже на этот продукт находится покупатель да это не массовый продукт это очень индивидуальный уникальный продукт но стоит больших денег и так они живут а это я познакомилась в поезде интерсити харьков-киев не стану к лично к сожалению а с тем человеком который сделал вот эти перчатки он ел банан предложил мне банан мы с ним так разговаривались он был в таких домашних каких-то тапочках хвостиком в общем я ничего не поняла вообще что происходило а потом мне начал рассказывать про свой проект который называется торнадо глаз перчатки торнадо рассказывать все четыре часа дороги что в ритвут мануки продали вот пол ван дайк немецкий диджей у нас несколько штук купил там еще продаем за границу в общем я подумала рассказывает потом пришла домой загуглила оказалось правда то есть это ребята которые тоже в харькове начали делать эти перчатки это перчатки которые управляют музыкой вы наверное видели может быть в клипах в клипах ануки или у диджеев то есть когда играет музыка нишу так вот делают руками и музыка затухает или еще что-то то есть вообще-то перчатки такие они реально так работают вот ребята сейчас тоже переехали в киев и уже расширили свое производство сейчас занимается еще в реальностью учились в харькове занимаются в харькове было сложно но как видите интеллект победил я вам эти все примеры рассказываю почему это еще раз то просто те примеры людей которых я знаю лично с которыми там кофе пьем просто говорим о жизни я просто к тому что ну вот правда все все возможно было бы желание и чем шире просто вы мыслите тем не очень нравится эта фраза гарри пейджа тем сложнее вам упасть поэтому друзья я вам желаю широко мыслить я вам желаю не останавливаться узнавать много всего интересного в разных сферах пусть вами движет любопытство энтузиазм не в коем случае не думайте на себя что вы не креативные вы все креативные я надеюсь вам это сегодня доказала как бы вопрос только в том что вы это осознали пробуйте те идеи которые у вас есть делайте их переделывайте реализуйте и в общем пусть у вас все это получается и я надеюсь что в следующих слайдах я расскажу куда-нибудь о вас и подписывайтесь на мой фейсбук спасибо 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 спасибо